Доброе время суток, уважаемые родители! Сегодня мы с вами поговорим о проблеме, которая вызывает очень много вопросов, которая беспокоит огромное количество людей, родителей соответственно, и которые, к сожалению, очень сложно выявить, ну и лечить. Речь пойдет о так называемых гельминтозах или о заражениях глистами и простейшими организмами детей, соответственно, клиника, диагностика, путепередача и лечения. Мы это обсудим в течение нескольких семинаров, поэтому, как говорится, слушайте внимательно и делайте определенные выводы. Значит, глисты или гельминты, правильно их медицинское название, это паразитарные инфекции человека и животных, заражения которыми происходят контактным или пищевым путем. То есть, заразиться можно через пищу, воду, и заразиться можно при контакте с человеком, который уже ими заражен. Очень часто, чаще всего, заражением глистами происходит у детей. То есть, дети подвержены заражению глистами вследствие их образа жизни. Но надо четко понимать, что, учитывая контактный способ заражения, ну, так аккуратно скажем, что в большинстве случаев заражаются и родители, особенно мамы, которые очень близко контактят с детьми. Поэтому на будущее сразу хочу сказать, что когда мы будем говорить о лечении глистов, то надо понимать, что лечить надо всегда всю семью. Бессмысленно лечить одного ребенка, потому что если ребенка пролечим, а заражена мама, то ребенок очень быстро заразится снова. И все, ваше лечение пойдет на смарку. Поэтому, чтобы мы к этой теме больше не возвращались, я хочу вам это сказать, чтобы вы меня услышали. Итак, давайте пройдемся по глистам. Их довольно много. Они разнообразны очень. Но встречаются на самом деле далеко не с одинаковой частотой. И надо понимать, что некоторые виды глистов попадают в организм очень редко, чисто специфически. Но тем не менее, как говорится, вы живете в разных регионах, сталкиваетесь с разными бытовыми условиями. И поэтому мы проговорим о, скажем так, большинстве глистов, с которыми может столкнуться человек. Ну, где-то что-то вам пригодится, что-то, может быть, для общего развития, но пригодится кому-то другому. Поэтому, в общем, мы будем говорить, я буду давать информацию достаточно полную. Итак, какие же глисты существуют в мире, и какие же глисты заражают, прежде всего, человека, и являются достаточно опасными для их жизнедеятельности человеческой. Первое, мы поговорим об аскоридах, вызывающих заболевание, называемое аскоридоз. Возбудитель аскоридоза – это крупный паразит. Аскорида достаточно длинная. Ее длина может достигать 40 сантиметров. Посмотрите на линейчика. Это довольно большой червяк. Обитают они в тонком кишечнике. И взрослый червь выделяет очень большое количество яиц. До 200 тысяч яиц в день. И эти оплодотворенные яйца выходят из организма, попадают в землю и в воду, в почву, созревают, и после чего они становятся заразными. Инфицирование или заражение происходит при попадании этих зрелых яиц в организм человека. Причем чаще всего они попадают в организм благодаря немытым овощам и фруктам. Здесь очень важно мыть. Причем смотрите, какая ситуация. Довольно часто можно встретить момент, когда берет что-нибудь грязное, типа яблока и так далее, потер об себя или об полотенце и дает ребенку. Не годится. Почему? Потому что яйца с поверхности можно только смыть. Причем не просто под проточной водой, но еще и потереть под водой. Понятно. То есть вода течет, и мы это дело руками протираем. Тогда можно считать поверхность овоща или фрукта свободной от яиц оскорили. Значит, с пищей яйца попадают в тонкий кишечник, где проникают в кровеносные сосуды и попадают в различные органы. Сначала в печень, где им очень приятно существовать через большой круг кровообращения. Потом через малый круг кровообращения попадают в легкие. и оттуда, поднимаясь наверх, попадают в глотку и через глотку, а глотки две. Одна глотка у нас связана с дыхательными путями, а вторая с пищеварительным трактом. То есть это одно отверстие, разделенное определенной маленькой мышцей. Так вот, попадая из дыхательных путей в пищеварительный тракт, яйца попадают снова в тонкую кишку, где уже выходит сам червяк, сам глист. И вот интервал от проглатывания яиц до появления взрослой особи равен примерно восьми неделям. То есть от момента заражения до момента клинических проявлений может пройти 8-10 недель. Это большой срок вспомнить, когда ребенок чего съел, уже не представляется возможным. И вот на протяжении всех этих моментов может возникнуть какие-то клинические проявления, о которых никак не подумаешь, что это заражение червями, что это аскоридоз. Может быть, кашель, может быть, бронхит, может быть, даже пневмония с хрипами в бронхах и легких. Может быть, какая-то сыпь появляется, особенно на кистях и на стопах. То есть можно подумать о всем чем угодно, кроме аскоридоза. В дальнейшем в развитии этого заболевания возникают симптомы нарушения желудочно-кишечного тракта, снижение аппетита, тошнота, рвота, поносы, боли в животе, плохой сон. В общем-то, вплоть до аппендицита может развиваться. Гельминты могут выходить через каловые и рвотные массы, но достаточно часто, учитывая то, что они большие, длинные черви, их можно увидеть без всякой лаборатории, их можно увидеть в рвоте или в кале. Ну, а лабораторный анализ, он показывает наличие яиц. Так что с аскоридами, но вопрос для диагностики не очень сложный, но надо понимать, что этот несложный момент возникает тогда, когда уже заражение идет вовсю, когда уже клинические проявления достаточно тяжелые возникают. Вплоть до образования каких-то конгломератов из этих длинных червей, которые перекрывают просвет кишечника, создают кишечную непроходимость или перекрывают просвет дыхательных путей, ребенок, человек начинает задыхаться. Иногда аскориды могут проникать в другие органы, создавая вот эти конгломераты, которые на рентгеновских снимках или на УЗИ определяются в виде какой-то такой опухолеобразной какой-то массы. На самом деле это вот клубочки аскоридов возникают в соответственной клинике. Поэтому заболевание достаточно тяжелое и, как всегда, легче предупредить. Значит, да, по предупреждению мы с вами говорили, что это правило личной гигиены, то есть мытье овощей и фруктов и так далее, и так далее. Мытье рук, потому что яйца могут оставаться и на руках и через них попадать в рот и так далее. Следующее заболевание, которое связано с проникновением глистов в организм человека, называется трихоцефалез. Трихоцефалез, и возбудитель этого заболевания круглый глист, круглый гельминт, который называется волосоглав. Вот, волосоглав паразитирует в нижнем отделе тонкого кишечника, на границе тонкого и толстого кишечника, попадает в организм человека через почву чаще всего. Значит, ну обычно, да, вот многие родители говорят, что дети берут в рот песок, почву, значит, но кроме этого могут попасть через руки, то есть остатки почвы, в которые играл ребенок при немытых руках, попадают в рот, и через эту систему волосоглав попадает в организм человека. Клиническая картина разнообразна, вот, причем паразит живет в организме человека где-то до пяти лет, поэтому, опять же, да, цикл развития достаточно большой, и заражение, вернее, клиническая картина развивается постепенно. Инфицированные дети, или дети больные трихоцефанолезом, они, значит, худеют, ухудшается аппетит, тошнота, рвота, боли в животе, характерный симптом слюноотделения повышенное, тоже иногда спрашивают, что это такое, вот, это может быть заболевание, которое называется трихоцефалез, и еще раз напоминаю, вызывает лист, который называется волосоглав. В крови, в анализе крови часто отмечается снижение гемоглобина, то есть анемия, и увеличение эльзинофилов, то есть показатель аллергизации организма. То есть организм вызывает вот у себя такую реакцию аллергическую на пребывание в организме этого глиста. Значит, опять же, для профилактики мы говорим о правилах гигиены. Пожалуйста, следите за этим и старайтесь не допускать возможности заражения. Следующий возбудитель, следующий глист, о котором мы сегодня поговорим, встречается чаще предыдущих. Пожалуй, это наиболее частое заболевание у детей, которое называется энтеробиоз. И возбудителем этого заболевания является глист, маленький круглый глист, который называется острица. Очень широко распространен. Заражение происходит благодаря проглатыванию яиц зрелых с личинками. Личинки выходят из яиц и превращаются в взрослые особи достаточно быстро. Паразитируют они в верхних отделах толстого кишечника. живут острицы недолго, где-то 3-4 недели, но созревают яйца очень быстро, где-то в течение 4-6 часов. То есть практически в течение первых суток от заражения клиническая картина уже проявляется. Причем, поскольку они свободно выходят через заднепроходное отверстие, живые, соответственно, они попадают в организм человека, в отличие от других, не только через продукты, почву и прочие дела, но и через предметы быта. Например, постельное белье, нательное белье, трусы и так далее, полотенца, ну и загрязненные руки. Значит, клинические проявления, основное клиническое проявление энтеробиоза – это зуд в заднепроходном отверстии, зуд в анусе, потому что они выходят и они раздражают заднепроходное отверстие. И об энтеробиозе очень часто можно думать тогда, когда ребенок расчесывает вот это отверстие, промежность, они ползают и раздражают слизистую оболочку. И вот расчесывая, яйца остаются на руках, на пальцах, и дальше он направляет их в рот, и, соответственно, цикл замыкается. То есть ребенок заражает сам себя, причем, выползая из заднего прохода, почему белье? Потому что, выползая из заднего прохода, значит, острицы оставляют яйца, блудотворенные на трусах, на белье, которым ребенок спит. В основном они выходят ночью, поэтому ночью, под утро, и вот это очень сильно беспокоит. Ну, кроме этого, возникает, соответственно, раздражительность, нарушение сна, беспокойство, изменение нервной системы, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, и плюс расчесы, они могут инфицироваться, возникать различные вторичные бактериальные инфекции. В общем, хорошего мало, может возникнуть нарушение мочеиспускания, то есть, энурез, да, ребенок может начинать писаться по ночам. То есть, все это возникает достаточно быстро и достаточно неприятно. Диагностика теоретически по анализам КАЛа, но практически это очень сложно. И сделать гораздо чаще острицы можно увидеть. То есть, вот при хорошем освещении можно осмотреть задний проход ребенка, промежность, и вы видите, вот эти маленькие червячки, они где-то до сантиметра в размере, вот, и шевелятся. Значит, поэтому вот в профилактике вы должны учитывать не только личную гигиену, но и частую смену белья, влажную уборку, подмывание ребенка теплой водой и проглаживание белья вот утюгом на проглаживании на утюге острицы гибнут, поэтому одевать чистое белье ребенку необходимо после тщательного проглаживания. На этом мы закончим сегодняшнее наше общение и в следующий раз мы продолжим разговор о гельминтах, так что берегите себя, берегите своих детей и до новых встреч.